Идейными вдохновителями создания фотовыставки о сегодняшней жизни московского коксогазового завода стали бывшие комсомольцы и работники предприятия, которые свою трудовую деятельность начали с рабочих специальностей. Десять лет я проработал на коксогазовом заводе и у меня самые теплые воспоминания, самые приятные ощущения и воспоминания работ комсомольской организации. В партию вступил и с этим основное мое становление происходило на коксогазовом заводе. Завод мне дал все то, что я сейчас имею, то есть трудовые навыки, ответственность, исполнительность. Он воспитал во мне эти качества в рабочем коллективе. Местом установки фотовыставки энтузиасты выбрали сквер «Юность» по заводской улице. Улица заводская, она, как бы сказать, не первая улица, она основная улица. Вот на этом самом месте, где мы стоим, собирались люди, весь завод собирался и на все праздники, 1 мая, 7 ноября, собирались, строились демонстрации, выстраивались именно здесь. Собирались тут и песни, гармошки, баяны, и все это начиналось вот на этом месте. Поэтому сквер это назвали «Юность», потому что вся юность городская прошла вот отсюда. На фотовыставке будут представлены фотографии, рассказывающие о труде людей, посвятивших себя непростой, но интересной профессии. Идею создания выставки поддержал историко-культурный центр и районная администрация. Город наш молодой, согласитесь, 50 лет – это не возраст для города. Город очень хорошо развивается, и сейчас очень много у нас приезжает новых жителей, которые слабо знакомы с историей нашего города. А данная выставка дает возможность познакомиться с историей города и градообразующего предприятия, которыми является Московский Кокс и Газвиза. Фотовыставка «День Металлурга» продлится недолго. В планах организаторов – знакомить видновчан и с другими предприятиями района. На вернисаже, в сквере юности, по Заводской. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова